Игра в песках И идеальной преммашиной песочницы для меня стал Т2ЛТ, малец второго уровня Не подумайте, я не говорю о удовольствии от того, что там играют нубы и новички, нет Я имею ввиду, что там есть драйв Чем выше ты поднимаешь уровень своих танков, тем медленнее проходят бои А в песках есть-то капелька азарта и веселья, которую получить играя на ТТ у вас явно не получится Хочу сказать, что на Т2 лёте я наиграл боёв больше, чем на большинстве других машин И именно этот танк не давал мне соскучиться долгое время Итак, что же такое Т2ЛТ и как на нём играть? Начну, пожалуй, с его главного достоинства А именно максимальной скорости, которая равна аж 72 км в час Это просто фантастически много И до появления ПЗ-1С этому танку не было равных в своей динамике Такая скорость позволяет вам первым занимать горку на Малиновке Либо взлетать в уголки карт на провинции, когда противники ещё и от базы не отошли Кроме того, такая скорость это безумный драйв Вторым отличным приобретением у танка является его пулемёт В заряженном состоянии которого находится 15 снарядов, распиханных по 3 штуки за 1 клик А его перезаряд равен всего 7,5 секунда Фактически вы в состоянии убить почти любого одноклассника без каких-либо проблем Но вот если попадётся какой-то ТТ 3-4 уровня, то у вас проблемы И вероятность его пробития будет крайне низкой Балансный вес нашего танка это одна из его проблем Ведь не такая редкость, когда вы на Т2ЛТ окажетесь в бою против 4 уровней И ваши 150 хп для какого-то хедзера будут выглядеть просто закуской Так как же правильно играть на этом танке? Ну, во-первых, играйте желательно с другом Лично я всегда считал, что играя в 2-3 человека на Т2ЛТ Уровень удовольствия и ваших возможностей возрастает в геометрической прогрессии Во-вторых, стиль вашей игры зависит от того, куда вы попали Если это топ, то мои поздравления Вас ждут увлекательное веселье и охота за фрагами Играя с друзьями толпой, вы снесёте любого раньше, чем успеет понять, что произошло Проще говоря, вы отряд супербыстрых убийц И единственное, что может вас остановить, это количество противников больше трёх Или пара фугасных Т-18 в кустах А вот, если вас закинуло к четвёртым уровням, то примите мои сожаления Ваша цель – это помощь более тяжёлым танкам Уничтожение тех, кого вы можете пробить, ну и под свет В данном случае помогать ТТ вам довольно выгодно Ведь с вашей скоростью вы можете без проблем взять противников клещи И дать преимущество вашему тяжеловесу На вопрос, кому он подойдёт и для чего он создан У меня довольно короткий ответ Он подойдёт любителям всего быстрого Если у вас появляется огонь в глазах при слове 70 км в час То покупайте его, ведь он стоит копейки А именно, 750 голды Как по мне, соотношение цена-удовольствие просто отличное Поскольку последнюю вы получите явно очень много Создан этот танк явно не для фарма За бой без использования голды вы получите около 10-15 тысяч серебра Но я постоянно вожу с собой огромный запас голдовых снарядов Они отлично помогают разбирать танки, которые выше вас уровнем Да и сам Т2ЛТ далеко не о фарме Он именно о получении фана Ну, время подвести итог Для меня это один из самых любимых низкоуровневых премов Он очень дешёвый На нём можно получить море положительных эмоций Пофармить особо не выйдет Но танк не об этом Если вы хотите обзавестись танком для души Я думаю, эта машина вам точно подойдёт А на этом у меня всё Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Мы посмотрели, какие функциональности уже есть в других играх, и это свинья-копилка. То есть свинья-копилка — это такое... Мы ее так называем здесь, внутри, потому что нам так проще, чем выговаривать резервное хранилище. Это такое формальное название. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...